Добрый вечер, Гомель. В ближайшее воскресенье автомобилисты и дорожники отметят свой профессиональный праздник. А это замечательный повод их поздравить, поинтересоваться, почему они выбрали такую профессию, узнать больше о технике, которая колесит по дорогам малой родины, а также об организации дорожного движения. Все это обязательно будет в нашей программе, ну а сейчас знакомимся с гостями. Николай Коноплицкий, заместитель генерального директора по перевозкам открытого акционерного общества Гомель-Обл-Автотранс. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. И Руслан Колесников, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения госавтоинспекции управления внутренних дел Гомельского облсполкома, подполковник милиции. Добрый вечер. Добрый вечер. Николай, позвольте поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Четко налаженные пассажирские перевозки способствуют хорошему настроению людей. А что способствует хорошему настроению членов коллектива ОАО Гомель-Обл-Автотранс? Ну, прежде всего, это улучшающиеся с каждым годом условия труда наших работников, обновление подвижного состава, стабильная заработная плата. И, наверное, один из таких факторов, которые влияют на настроение нашего коллектива, это благодарные пассажиры все-таки. Это замечательно. Если бы еще и обстановка была хорошая в плане эпидемиологии, вот если бы не было коронавируса, правда, вот часть сложностей испарились бы, правда? Да, с вами согласен. Ну, давайте сразу скажем, ведь обрабатываются автобусы по ручни, по утру, прям вот автобус выходит из автопарка и... Безусловно, автобусы все обрабатываются. Есть рекомендации по обработке транспортных средств перед выпуском на линии. Кроме того, мы обрабатываем их и в межсменный период, в межпик, и на конечных остановочных пунктах, если позволяет это время по расписанию. И, соответственно, по возврату автобусов на предприятие, там автобус проходит полностью уборочные операции и спецобработку. Ну, это тот момент, Николай, который интересует каждого пассажира, поэтому я в самом начале программы у вас об этом и спросила. Но в мире в целях экологической безопасности периодически призывают пересесть с личного транспорта на общественный. Вот как вы думаете, справилась бы гомельская система общественного транспорта с таким пассажиропотоком, если бы большее количество гомельчан пересело на общественный транспорт? Ну, надо понимать, что существующие мощности, они складываются из стабильного пассажиропотока. Безусловно, у нас есть запас по машинам. Спрос предложения, да? Есть запас по автобусам в каждом регионе, но он не такой значительный, чтобы можно было сказать, что если завтра, условно говоря, все автомобилисты перейдут на пассажирский транспорт, и мы с ним справимся. Это для нас будет определенная, конечно, нагрузка, но часть пассажиров мы готовы принять в любое время для перевозки на своих автобусах. Ну, замечательный ответ. Как часто вы сами пользуетесь общественным транспортом и как оцениваете его работу? Я периодически пользуюсь общественным транспортом. Это и наши автобусы, и троллейбусы, и маршрутки те же самые. И тут больше я ощущаю себя, наверное, не пассажиром, а все-таки лицом, который пытается зацепиться, в первую очередь, за недостатки в работе нашего транспорта. Начиная от работы водителя на линии, кондуктора по салону и внутренним, внешним состоянием этой единицы, на которой я. Ну, то, что рядовой пассажир может и не заметить, да, и на что может и не обратить внимание, вы, как один из руководителей, конечно, видите. Но все равно, плюс или минус? Хорошо работает транспорт? В целом, я считаю, что есть у нас куда стремиться. Недостатков, они существуют сегодня, недостатки. В первую очередь, это касается, наверное, не столько регулярности движения автобусов, она достаточно высока у нас и в городе, и на территории Вамильской области. Здесь касается каких-то технических моментов состояния самих автобусов. Это ежедневная наша работа, на которой мы работаем, по обновлению подвижного состава. Благодарю. Руслан, а вы общественным транспортом пользуетесь? Периодически пользуюсь, когда позволяет возможность, время. И, конечно же, использую как и автобусы, так и маршрутные такси. Ну, как минимум, точно по расписанию, практически всегда приходит мой автобус, 34-й единица. А ваш? У меня 25-й автобус и 3-я маршрутка и 25-я маршрутка. Ну и, к слову, хотелось бы отметить, что все сотрудники госавтоинспекции у нас закреплены за определенными маршрутами маршрутных такси. И мы осуществляем негласный контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны водительского состава. В случае выявления нарушений, конечно же, с водителями проводится соответствующая работа как профилактического. Ну, а если грубые нарушения, тогда и привлекаем к административной ответственности. Ну, здесь все серьезно. Спасибо за ответ. Руслан, а возможно ли подсчитать, как много автомобилей в среднем ежедневно передвигается, ну, например, по улицам Гомеля? Или какого-нибудь крупного районного города? Жлобина, Мозыря? Ну, любые цифры. Интересно просто. Подсчитать, конечно же, можно, но на сегодняшний момент технической возможности нет. Это необходимо специальное оборудование, которое будет подсчитывать проходящие потоки транспорта. Либо человеческие силы, которые будут стоять и считать, сколько автомобилей, и разбивать либо это легковые автомобили, либо грузовые, либо общественный транспорт. И такие сведения получить можно. Можно, но нецелесообразно. Ну, почему? Целесообразно. Это просто наш интерес. Нет, эта работа проводится при определенных условиях, то есть когда планируется реконструкция улицы, либо реконструкция какого-то перекрестка, для того, чтобы подсчитать, какая нагрузка на данный перекресток и рассчитать оптимальный цикл работы стафорного объекта. Понятно. Руслан, а в чем, видите, потенциал для уменьшения автотрафика? Для уменьшения автотрафика на центральных и магистральных улицах города, конечно же, потенциал это в строительстве объездных дорог. Как только объездные дороги появляются, соответственно, транзитный транспорт, он уходит из внутренней артерии города. Да, все мы помним то время, когда все фуры шли через 5-й микрорайон по улице Богдана Хмельницкого, это было страшно. Мост через СОЖ был закрыт, поток и интенсивность была очень высока. На сегодняшний момент мост открыт и, конечно же, весь транспорт транзитный ушел с улиц города. И мы вздохнули спокойно. Как безопасность движения связана с профессионализмом водителей и качеством дорог? Это все взаимосвязанные вещи. В первую очередь, профессионализм водителя, он зависит от внутренних качеств человека. Насколько он агрессивно ведет себя, либо наоборот спокойно. Качество дороги также... Это, наверное, и от знаний, правда? И от опыта? Естественно, без знаний правил дорожного движения человек не сможет управлять транспортным средством, так как он не получит соответствующее водительское удостоверение. Качество дорог, оно очень влияет на безопасность дорожного движения. И зачастую, конечно же, мы видим, когда недостатки в содержании автомобильных дорог, они приводят к совершению дорожно-транспортных происшествий, как мелких, так и в которых получают ранения люди. Ну, что это может быть? Это яма на дороге, да? Яма, да. Затормозил резко сзади. Обыкновенная яма, и очень часто поступают в госавтоинспекцию сообщения о совершении дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом транспорта на яму, в результате чего автомобиль получает повреждения. Ну, а если касаемо других элементов организации дорожного движения, это и знаки, и дорожная разметка, и светофоры, это все в комплексе влияет на безопасность движения. Благодарю за ответ. Еще 10-15 лет тому назад автошколы значились в списке острого дефицита. Сегодня возможность научиться вождению и получить права есть у каждого. В чем заключается основная задача педагогов автошколы? Какими качествами должен обладать человек, который решил стать профессиональным водителем? Эти и другие вопросы зададим опытному инструктору, представителю автошколы-лидер. Дмитрий Иванович Заяц с нами на связи. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Вы ведете собственные подсчеты? Вот как много курсантов за время ваше, педагогическое, вы подготовили за все эти годы? Ну, безусловно. Мы ведем учет выданных свидетельств, а значит, можем утверждать, что такие статистические подсчеты у нас имеются. Так, и сколько на вашем счету? За время существования автошколы-лидер, а это более 17 лет, и учитывая учащихся по всем категориям, у нас прошла подготовка-переподготовка, то есть фактически было подготовлено более 20 тысяч человек. 20 тысяч человек. Ну, прилично. Дмитрий Иванович, а в чем заключается основная задача педагогов автошколы? Ну, в Беларуси, принимая во внимание, что курирующим органом всех автошкол является именно Министерство транспорта, а не образование, все-таки правильно автошколе относить к транспорту. А основная задача, как я ее вижу, это научиться безопасно управлять транспортным средством. А вот уже в это понятие надо вложить и знания правил дорожного движения, безопасность, первую помощь пострадавшим при ДТП, правовые основы, эксплуатацию и, конечно же, доведение до автоматизмов навыка управления транспортным средством той или иной категории. Спасибо. Дмитрий Иванович, а вот были такие ситуации, когда вы, занимаясь с курсантом, понимали, что этот человек может быть не просто любителем, не просто изредка водить авто, а может быть профессионалом? Да, такие ситуации имели место. Причем с уверенностью можно было бы сказать, что тот либо иной учащийся сможет стать профессиональным водителем. То есть вот это точно будет. Хорошо. А какие качества вы видели в этом человеке? Вот какие качества позволят человеку стать водителем, я сказала бы, с большой буквы, водителем-профессионалом? Ну, учитывая нынешний век, такое время автомобильного бума в стране, где в каждой семье имеется по два, то уже и по три автомобиля. И учитывая общий прирост транспортных средств, самое главное, по моему мнению, это качество. То есть спокойствие на дороге. То есть главное не нервничать, не поддаваться эмоциям, провокациям и, конечно же, строго соблюдать правила дорожного движения. Исключительно. Дмитрий Иванович, благодарим вас искренне. Ну и наше поздравление с наступающим профессиональным праздником. Как говорят, ни гвоздя, ни жезла, всегда зеленой улицы. Ну и, безусловно, доброго здоровья и талантливых курсантов. Спасибо вам, Елена, и вашей передаче. Спасибо огромное. Ну, вот такой у нас разговор случился с Дмитрием Ивановичем. Подтверждаете, все правильно Дмитрий говорит? Да. Абсолютно точно. Напомню, дорогие друзья, что эта программа «Добрый вечер, Гомель» в преддверии профессионального праздника водителей и дорожников о людях, автомобилях, которыми они управляют, и об Организации дорожного движения. Сегодня у нас в гостях Николай Коноплицкий, заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Гомель Обл. Автотранс» и Руслан Колесников, начальник межрайонного отдела Организации дорожного движения Госавтоинспекции Управления внутренних дел Гомельского облсполкома подполковник милиции. Скажите, пожалуйста, какой процент городских пассажирских перевозок приходится на долю автобусов? То, что касается города Гомеля, то на долю транспорта общего пользования именно автобусов порядка 60% его доли в городе. Все остальное, с учетом того, что у нас в городе есть и другой вид транспорта, это гор-электротранспорт, то есть у них порядка 34%. Ну а в тех районных центрах, где есть автобусы, ну понятно, нет троллейбусов, соответственно, доля там достигает порядка 100%. 100%. Как много маршрутов обслуживает общественный городской транспорт в Гомеле и крупных райцентрах? Ну, если есть примеры. Ну вот в Гомеле сколько маршрутов? 105 маршрутов городских в городе Гомеле. То, что касается всего нашего региона, именно городских, это 227 маршрутов, а всего нашего предприятия обслуживают 833 маршрута. Это городские, пригородные, междугородные и международные перевозки. Интересная статистика. Знаете, мне интересно, сколько единиц техники автобусов, так, ежедневно обеспечивает работу системы городского транспорта без сбоев? Ну так, чтобы не напряжно, чтобы все пассажиры были довольны и водители тоже не напрягались. Сколько единиц техники в сутки? Значит, в рабочие дни и в городе Гомеле выпускается на линию под закрытостью порядка 225 автобусов различной вместимости. Ну, в основном это особо большой и большой вместимостью. Такие коротенькие автобусы, МАЗы, они ходят именно в то время, когда пассажиропоток снижается? Да, при снижении пассажиропотока, так называемый межпековой период, используются машины меньше вместимости. А знаете, граждане все равно недовольны, вот даже вечером едут и хотят длинный автобус. Ну, тут надо понимать специфику городских перевозок. Этот транспорт предназначен для перевозки большого количества людей за поездку, поэтому, конечно, людям сегодня удобно, наверное, было бы каждому пассажиру, чтобы предоставлено было место в процессе поездки. Да, и чтобы в шахматном порядке сидеть еще. Ну, специфика такова. Николай, а как много автобусов работает, например, на востребованном маршруте в часы пик? Ну, вот возьмите какой-нибудь маршрут. У нас в городе несколько маршрутов, достаточно напряженных по линии. Скажите, какие это? Ну, например, маршрут номер 17. Там работает в пик порядка 20 единиц особо большей вместимости. Тот же маршрут 12 Маневича-Микрорайон-Хутор. Там порядка 13 машин большой вместимости. То есть, ну, в среднем 10, 9, то есть до 20 машин на одном маршруте. А 17 маршрут – это самый длинный маршрут? Один из самых длинных, назовем так. А какой самый длинный? 20 самый длинный у нас маршрут в городе. Это, наверное, недавно он стал самым длинным, потому что он еще и в Шведскую горку заезжает. Да? Интересно. Ведутся ли подсчеты, как много пассажиров перевозят городские автобусы, ну, например, там, в единицу времени? День, месяц или год? Ну, у нас есть вся статистика по объему перевозок пассажиров в любом регионе и по любому виду перевозок. То, что касается города, могу сказать, что в день именно городской наш общественный транспорт, именно нашего предприятия перевозят порядка, в среднем, с учетом сезонности, порядка 250 тысяч человек в день. То, что касается всего общества, все виды сообщений, мы перевозим порядка 510 тысяч человек. То есть, ну, в смену мы перевозим все население города Гомеля. Да, я только хотела сказать, полмиллиона. Да, либо там, по-моему, 7 раз перевозим такой город, как Мозырь. Вы знаете, уже за это нужно сказать огромное спасибо и еще раз, очередной раз, поздравить с профессиональным праздником всех людей, которые к этому причастны. Спасибо. Какой средний возраст автобусов городских в Гомеле или райцентрах? Ну, у нас есть такой внутренний индикатор, скажем так, да. Мы говорим о том, что есть полезный срок использования автобусов. Он нормативно установлен и составляет порядка 10 лет. То, что касается транспорта городского, вот, порядка 58% транспорта, они с сроком эксплуатации свыше 10 лет. Вот. То, что касается регионов, ну, допустим, в таком же городе, как Мозырь, этот процент составляет 62%. Автобусов свыше 10 лет. В Злобине они чуть помоложе, там порядка 50% городского транспорта. Ну, там город помоложе чуть-чуть. Да. Городского транспорта, который работает на линии. Вы знаете, вот на нашей видеостене мы еще раз попросим режиссера показать вот образцы старой техники. А вот такие автобусы еще где-нибудь у вас? Может, в музее? Может, модельки какие-то? А может быть, на территории такие или, ну, еще другие? Нет. Я названия не знаю, к сожалению, не могу сказать. Ну, вот гляньте, вот такой кругленький. Вот такие где-нибудь остались, как экспонаты? Ну, вот такого класса автобусов у нас, к сожалению, нет. Нет, но у нас до сих пор эксплуатируются автобусы достаточно с большим сроком. Это один из самых старых, который еще до сих пор работает. Это 1989 года выпуска. 1989. Ему стало быть 31 год. И он до сих пор используется, правда, не на сети, он используется при перевозке работников на предприятия, но тем не менее он работает. То есть его техническое состояние позволяет? Да, да. Он проходит техосмотр, соответственно, допускается на работе на линию, поэтому эта машина есть. Из городских автобусов особо большой вместимости, ну, у нас самый старый, это 2002 года. Он в Жлобине у нас находится и пока еще эксплуатируется. Ну, совершеннолетие достиг 18 лет. Да, интересно. Насколько внимательно, Руслан, сотрудники ГАИ следят за тем, какой по возрасту и внешнему виду автомобили или автомобили, автобусы ездят по дорогам города и области? Сотрудников госавтоинспекции это интересует? Безусловно, сотрудники госавтоинспекции сталкиваются ежедневно с различными транспортными средствами, как и с более новыми моделями, так и с моделями, которым уже в возрасте, можно так сказать. Вообще, вот, сотрудник госавтоинспекции, можно остановить автомобили, которые просто ненадлежащего вида, которые там, ну, грязные, пошарпанные, с ржавчиной? Безусловно, имеют право для остановки транспортного средства, так как имеются различные нарушения, которые недопустимы для участия в дорожном движении транспортного средства. В том числе это и загрязненные регистрационные знаки, так как они должны читаться с расстояния не более 40 метров, ну, и другие нарушения, которые могут быть в транспортном средстве. Ну, хотелось бы отметить, что встречаются такие автомобили, которые уже довольно старого года выпуска, но выглядят очень даже хорошо. И видно, что водитель, владелец за ним очень хорошо смотрит и ухаживает. Так сказать, как гаражного хранения автомобиль. Ну, да, это такой, наверное, термин гаражного хранения, но ведь все зависит от владельца, правда? Совершенно верно. Если ухаживать за своей ласточкой, то она будет в надлежащем виде, в надлежащем... И радовать будет и тебя, и окружающих людей. Это точно. Дорогим душевным хобби называет свое увлечение ретро-автомобилями Дмитрий Гарбузов, ведущий инженер предприятия Гомельские электрические сети и владелец раритетного авто. В его подчинении ЗАЗ-965 и, если я не ошибаюсь, 1967 года выпуска. Дмитрий с нами на связи. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Дмитрий, скажите, как давно вы увлеклись вот этой темой ретро-автомобилей? Ну, уже прошло 15 лет примерно, как я купил свой первый ретро-автомобиль. Это был даже не Запорожец, это был Москвич. Немножко на нем поездил, понял, что эта тема мне очень нравится. Но, к сожалению, так оказалось, что не все ретро-автомобили очень нравятся окружающим. И вот остановился на более веселой модели. А потом был ЗАЗ, да? Да, да. После Москвича был Запорожец. Вот он гораздо веселее и больше нравится всем окружающим. И детям, и... Скажите, Дмитрий, это вот тот оранжевый апельсинчик, да, который мы видели на экране, верно? Да, да, да. Да, это он, да. Скажите, но ведь вы же не купили его в таком состоянии, в котором мы его сейчас видим, правильно? Вот эту историю расскажите. Как давно это было? И сколько еще доноров вам пришлось купить, чтобы восстановить, сделать его вот таким прекрасным? Ну, конкретно вот этого оранжевого запорожца я купил в 2005 году. Сначала не знал, с какой стороны к нему подойти. Хотел так по молодости внедрить в него мощный мотор, на нем там гонять все. Но потом, когда стал изучать тематику, понял, что, ну, все-таки спорт для ретро-автомобилей не совсем то. Жизнь в спортивных автомобилях скоротечна, а хотела что-то хорошее и надолго. Стал собирать, ну, мониторить сайты, лазить, собирать в кругом запчасти. Пришлось купить еще восемь доноров, чтобы собрать из того нормального. Да, восемь штук пришлось купить. Чтобы собрать один, да? Чтобы собрать один, и то еще далеко не все запчасти. Специалист отмечает, что даже на моем еще не все запчасти оригинальные. Дмитрий, что-то мне подсказывает, что вы каждый винтик вручную очищали, ну, я не знаю, шлифовали, что там, возможно, смазывали. Так и было? Да, именно так, потому что иначе автомобиль этого года, вы не сможете просто нормально на нем передвигаться. А если хотите, чтобы машина ездила каждый день, надо действительно разобрать до каждого винтика, полностью вычистить, досконально знать устройство, соответственно, потому что в дороге, если вдруг подведет, что... Но я не ошиблась, этот ЗАЗ 1967 года? Да, 1967 года ему. 53 года ему. Так, хорошо. Дмитрий, еще скажите, в чем прелесть вот такого увлечения? Ну, во-первых, это как бы хобби у человека, должно быть какое-то увлечение, чтобы не просто сидеть на диване и лазить в телефоне. Потом, это все-таки, собирая этот автомобиль, появились какие-то новые навыки, какие-то инструменты. И даже мои современные автомобили, что у меня есть, я экономлю, ремонтирую их, используя те навыки, которые я получил при восстановлении вот этого старенького. Ну, еще расширение кругозора тут, большой круг общения появляется, участвую в всяких ретро-мероприятиях, ну и не только ретро-автомобильных мероприятиях. Мне кажется, даже Гомель Энерго даже автопробеги проводила ретро-автомобили, верно? Да, как правило, Гомель Энерго приурачивает каким-нибудь знаменательным датам, например, 75 лет освобождения в Гомельской области и прочие даты по местам боевой славы. Обычно у них в Гомель Энерго в основном тематика таких военных ретро-автомобилей, но, тем не менее, они приглашают их гражданские, так как, ну, интересны все ретро-автомобили людям. Да, Гомель Энерго, вот, есть такие мероприятия. Ну, это просто здорово. Дмитрий, благодарим вас за рассказ, это было очень интересно. Ну, что ж, и хоть вы энергетик, наверняка мы и вас с праздником автомобилиста и дорожника поздравим, потому что, ну, вы водитель-профессионал, человек, который восстановил собственноручно автомобиль. Благодарим вас, хорошего вечера. Раритетные автомобили вызывают неподдельный интерес. Это увлечение на всю жизнь. Вот интересно, а какие светофоры работали на гомельских улицах в те времена, когда ЗАЗ Дмитрия Гарбузова был новеньким? Это конец 60-х, минувшего столетия. Напомню, дорогие друзья, что в эфире программа «Добрый вечер, Гомель» и у меня в гостях Николай Коноплицкий, заместитель генерального директора по перевозкам. Открытого акционерного общества «Гомель-Облавтотранс» Руслан Колесников, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облсполкома, подполковник милиции. Руслан, а что известно о дате появления в Гомеле первого светофора? На какой улице он был установлен? Первый светофор в городе Гомеле появился в 1955 году на перекрестке улиц Карповича и Комсомольской. Это раньше она называлась Комсомольская, сейчас это проспект Ленина. То есть Карповича и проспект Ленина был первый светофор. И после этого через год появилось еще два светофорных объекта на перекрестке улиц Советская, Рогачевская и Советская Кирова. 65 лет тому назад впервые в Гомеле появился светофор. Но с годами светофор не узнать внешне. Использование светодиодов позволило превратить его практически в планшет, да? Плоский экран. Что могут сегодня светофоры Гомеля, помимо выполнения своих основных функций? Красный, желтый, зеленый. Сегодня светофорные объекты могут работать координированно. То есть обеспечивая работу нескольких десятков светофоров подряд. Это координированная система управления дорожным движением. Она применяется на магистральных улицах и называется «зеленая волна». «Зеленая волна». Не «зеленая улица», а «зеленая волна». Ее по-разному называют. «Зеленая улица», режим «зеленая улица» либо «зеленая волна». В простонародье кто как называет, кому как нравится. Кому как нравится. Суть остается... Одна и та же. Помимо этого, светофорные объекты на сегодняшний момент мы подключаем и тактильную плитку светодиодную, которая дублирует сигналы светофоров для пешеходов на тротуарах. Также дублируем сигналы транспортных светофоров на выносных консолях для лучшей видимости. Ну это вот, например, над дорогой, да? Ну это очень здорово, да, действительно. Особенно в вечернее ночное время светофор заметен издалека и его сигналы. Да, когда стоишь на интернациональной, в средней полосе, это с одной стороны автобус, который поворачивает на проспект Ленина, с другой, который на площадь Ленина, и ты думаешь, ну ориентируешься только на их движение, ты абсолютно не видишь. Ну именно поэтому и на многих улицах, где ширина полос по три в каждом направлении, мы начали устанавливать дополнительные светофорные объекты на выносных консолях, над проезжей частью, чтобы лучше проинформировать всех водителей и участников дорожного движения. Ну этого автомобилисты очень ждали, это очень здорово, да. Мечта автовладельца – это передвижение по городу на зеленый сигнал, да, и лучше всего это не останавливаться на светофорах. Вот скажите, вы сказали, на основных магистралях Гомеля, а конкретно на каких улицах в Гомеле зеленая волна, зеленая улица? Улица Советская, проспект Речицкий, проспект Октября и проспект Космонавтов. Самый главный принцип работы зеленой волны – это наличие на этой магистральной улице всех регулируемых перекрестков, либо пешеходных переходов. Как только появляется один из нерегулируемых, то сам принцип работы этой зеленой волны, он может быть нарушен. Понятно. Поэтому это самое главное условие для введения координированного управления дорожным движением. Хорошо, Руслан. А что учитывается при расчете режима работы светофорных объектов? Учитывается, в первую очередь, это геометрические параметры улицы, ее ширина, расстояние между перекрестками, наличие разделительной полосы, ее ширина, количество полос, также состав транспортного потока, пешеходного потока, разбивка по видам транспорта, это легковой, грузовой, общественный транспорт, это все учитывается. И, конечно же, при расчетах закладывается наиболее безопасная скорость, это уже принято 50 км в час. 50? Да, именно 50 км в час. Я думала, по-советски 50, а по-другим может быть 60? Нет, при расчете зеленой волны именно закладывается скорость 50 км в час, потому что она является наиболее безопасной скоростью, и при совершении ДТП все-таки тяжесть последствий от ДТП снижается. Даже 10 км в час кажется 60 и 50, а все-таки при 50 уже доказано научно, что это наиболее безопасная скорость движения. А выхлоп? А выхлоп от этого не зависит, это практически выхлоп. Не зависит от скорости? Выхлоп, нет, он зависит только, наоборот, при... Повышении? Нет, при начале движения, то есть либо когда транспорт стоит на светофоре. Вот, перегазовки, вот эти вот, когда начало движения, либо стоит транспорт, вот они больше всего выброса дают. А при движении в однородном потоке выхлопы не такие большие. О том, как оценивает организацию дорожного движения в городе Гомеле, молодой, но очень интересующийся водитель, который этим делом занимается профессионально, узнаем незамедлительно. С нами на связи Екатерина Цверко. Дама, молодая дама, водитель такси. Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Скажите, пожалуйста, почему вы свой профессиональный выбор остановили именно на автомобилях? Ну, нравится водить машину очень. Но это ж не просто машину водить, вы же еще перевозите пассажиров разных. Вот в чем заключается это удовольствие? Ну, очень нравится общаться с людьми мне. Так, то есть обязательное условие – это желание общения и вождение автомобиля, да? Да, да. А водителям автобуса пошли бы работать? Нет, водителям автобуса нет. Все-таки вы, как молодая девушка, предпочитаете автомобиль. Хорошо. Как оцениваете организацию дорожного движения в Гомеле и области? Ну, в Гомеле, в принципе, меня дороги устраивают. Единственное, что во дворах. Вот иногда бывает трудно, конечно, проехать, потому что заставляют машинами. Вот. А так, в принципе, нормально. И даже не ямы вас беспокоят, а больше тот факт, что дворы заставлены автомобилями, да? Ямы, да. Есть такие дворы, там, где действительно очень большие ямы. Особенно, когда дождь пройдет, их не видно. И именно вот когда заставляют. Ну, бывает так заставляют, что вообще проблематично выехать. Я поняла. Катерина, скажите, по каким улицам Гомеля вам больше всего нравится ездить? По центру. Не услышала? По советской. По советской, по советской. Ясно. Катерина, мы знаем, что у вас очень плотный график, поэтому отпускаем, но сначала поздравим с наступающим профессиональным праздником. Ни гвоздя, ни жезла вам. Всегда зеленой волны, зеленой улицы. Но, безусловно, доброго здоровья и благодарных пассажиров. Ну, вот такой разговор у нас состоялся. Напомню, дорогие друзья, что в эфире программа «Добрый вечер, Гомель» в преддверии профессионального праздника водителей и дорожников о людях, автомобилях, которыми они управляют, и об организации дорожного движения. Руслан, а вот что, кроме удовольствия, дает водителям зеленая волна? Зеленая волна... Зеленая волна... И не только водителям, и городу в целом. И городу. Это снижение выбросов в атмосферу грязных веществ, выхлопных газов, повышение безопасности дорожного движения при работе зеленой волны, уменьшение времени в движении, то есть времени проезда самой улицы. Не за счет скорости, а за счет организации. Да, за счет организации, потому что если ты будешь ехать с большей скоростью, быстрее ты не приедешь, а будешь на каждом светофоре останавливаться. А зеленая волна, она рассчитана именно на определенный транспортный поток, который начинает свое движение от начала улицы и заканчивает его в конце улицы. И вот он, этот поток должен, так называемая пачка автомобилей, если она никуда не сворачивает ни налево, ни направо, а движется только в прямом направлении, она со скоростью 50 км в час доедет наиболее быстро и безопасно. А какие улицы Гомеля отличаются минимумом дорожно-транспортных происшествий? А какие, наоборот, аварийные? Если мы говорим о дорожно-транспортных происшествиях, которые подлежат статистическому учету, то в текущем году меньше всего дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на улице Кирова. Всего лишь два ДТП, в которых три человека получили ранения. А если мы говорим о самых аварийных улицах, то это в текущем году проспект Речицкий, 9 ДТП, в которых 3 человека, к сожалению, погибло и 11 получили ранения. Также улица Советская 9 ДТП и 7 ДТП на улице Богдана Хмельницкого. Ну, тоже крупные улицы, да? В основном дорожно-транспортные происшествия они совершаются на магистральных улицах. Именно по причине где-то превышения скорости водителями, несоблюдения правил дорожного движения, дистанций и очередности проезда перекрестков и пешеходных переходов. Руслан, а что поменяется в ближайшее время в организации дорожного движения этих улиц и в целом? Гомеля и райцентров, крупных райцентров Гомельской области? Ближайшая перспектива это изменение организации дорожного движения на пересечении улицы Мазурова и Хатаевича. Торговый центр строится там, устанавливаются дополнительные стафорные объекты, устанавливаться будут детекторы транспорта, которые будут работать в комплексе с стафорными объектами. Это то, что уже в ближайшее время. В текущем году также были изменения. Это реконструкция улицы Шевченко была проведена, расширили ее, сделали более удобной для водителей, ну и в целом для пешеходов. Там и стафоры установили дополнительные. Также... Ну там сейчас прекрасная дорога, прям хочется ехать. Да, также изменения организации дорожного движения произошли на улице Ильича Жемчужная, торговый центр «Кристалл». Тоже расширение строительства дополнительных светофоров, островков безопасности, на пересечении улицы Быховской, Богдана Хмельницкого, торговый центр. Да, да, да. Тоже произошли определенные изменения. Сейчас идут глобальные изменения в городе Мозыре. Вот как раз Мозыре было у нас на экране. Производится благоустройство улиц города Мозыря, строятся отдельные велосипедные дорожки, дополнительные светофоры, ну различные элементы технических средств организации дорожного движения, которые позволят в целом повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность. Руслан, но с наступлением, скажем так, холодного периода года и темного периода года любая улица становится более аварийной. О чем бы вы хотели напомнить автовладельцам и пешеходам? Автовладельцам хотелось бы напомнить о том, что при подъезде к пешеходным переходам в темное время суток необходимо выбирать безопасную скорость, потому что пешеход может выйти внезапно на проезжую часть, не убедившись в безопасности своего маневра. Конечно же, скорость движения выбирать. Это зависит и влияет на безопасность дорожного движения. Чем будет ниже скорость, тем менее вероятно совершение дорожно-транспортного происшествия. Ну а пешеходам, конечно же, хотелось бы напомнить об элементарных правилах. Это использование световозвращающих элементов в темное время суток. Ну и прежде чем выйти на проезжую часть, все-таки убедиться в безопасности, что водители предоставляют преимущество вам в движении. Благодарю. А не бросаться под колеса. Особенно в зимних условиях, когда проезжая часть бывает немного скользкой, и транспортное средство... Увеличивается. Тормозной путь совершенно верно увеличивается, и остановить мгновенно транспортное средство невозможно. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о себе, о своем здоровье и о своей жизни. О безопасности. Благодарю. Николай, а о чем бы вам хотелось напомнить жителям Гомельской области, всем тем, кто пользуется общественным транспортом? Вот сейчас, в холодный период года, в период инфекций. Я бы хотел попросить наших пассажиров в первую очередь уважать труд предприятия, коллектива. Мы играем важную роль в жизни города и региона в целом. Уважать таких же пассажиров, как они. И все-таки соблюдать меры предосторожности по возможности текущей ситуации, связанной с вирусами. Спасибо огромное. О новых автобусных маршрутах, технических новинках, которые помогают водителям улучшать качество обслуживания пассажиров, далее в нашей программе. А прямо сейчас о человеке, которого в Будокшилевском районе знают как автомобильного кулибина. Анатолий Гавриленко, житель агрогородка Широкое, собирает из Мерседесов и москвичей вездеходы. Выйдем куда-нибудь в поле, посмотрим, как у нее проходимость. На повышенных передачах разгоняется до 80 километров. Хотя я думаю, что такая скорость нам не нужна. Ощущения, которые получаешь, находясь в салоне, особенно когда едешь по полю, непередаваемые. Кажется, что это не автомобиль, а мощный трактор или даже комбайн, которому по плечу любая преграда. Говорить громогласно о своих умениях Анатолий Николаевич не любит. По природе он человек скромный и каким-то особым даром свой талант не считает. Научился всему от отца, внимательно наблюдая за каждым движением и все запоминая, пока тот работал. Специальное образование в дальнейшем не понадобилось. Впитав отцовскую мудрость и любовь к технике, чуть позже наш герой сам начал создавать автомобильные шедевры. Сам для себя. Поеду на речку, защели. Ну, на простой машине. Все, надо, значит, что-то делать. Хобби Анатолия Гавриленко занимает практически все свободное время. Раньше, говорит, когда жил в квартире, не мог уделять должного внимания своему любимому занятию. Все изменилось с переездом в частный дом. И сейчас, как только выпадает свободная минута, сельчанин сразу направляется в мастерскую. Это моя мастерская. И вот здесь я провожу свободное время свое. Собираю. Сладосудие. Еще и свою технику. Собирает Анатолий не только автомобили, но и технику сельскохозяйственного назначения. На селе при наличии большого участка она всегда пригодится. Это что вот за экспонат? Это мини-трактор для огорода. В рабочем состоянии используете его? В рабочем состоянии, да, все. Все полностью. От весны и до глубокой осени работают. Это хобби. Оно вообще требует больших финансовых вложений? Нет, не особо больших. Ну, если есть знакомые, друзья, ну, помогают. Где-то что-то. Кому-то не нужно. Москвич, например, вот этот. Чтобы не выбрасывать в металловом. Я говорю, давай я заберу. Что-нибудь сделаю. Ну, вот так и получается. Дорогие друзья, вот с тех пор, как этот материал впервые вышел в эфир, автопарк Анатолия Гавриленко, жителя агрогородка Широкая, Будокошилевского района, пополнился еще двумя вездеходами его авторской сборки. Кстати, Николай, а в ОАО Гомеле Обл Автотранс есть свои кулибины? Безусловно. С учетом того, что у нас достаточно большое предприятие, есть место творчеству, изобретательству так называемому. В коллективах люди приносят свои какие-то идеи и зачастую их предприятие используют. Начиная от каких-то вещей технического характера, заканчивая общими какими-то тенденциями. Я вот один из примеров вспомнил. Мы вот в прошлом году, по-моему, к теме использования старых автобусов с значительным сроком. Коллектив предприятия автобусного парка 2 города Мозыря своими руками сделали в салоне автобуса марки Икарус музей. Вот там понятно, что там экспонатная часть есть, но в целом автобус на ходу, и он стоит возле предприятия, и любой желающий может туда зайти и посмотреть, как люди это все оформили своими руками, и сохраняется таким образом память о данной марке автобусов. Замечательный пример. Вот, собственно, контролерами работы общественного транспорта являются сами пассажиры. Вот они стоят на остановке, они тут четко следят за временем, так, вовремя автобус пришел или нет. Они проконтролируют и манеру вождения водителя, и оценят работу кондуктора. Вот скажите, как часто сами пассажиры приходят к вам на предприятие, ну или каким-то образом передают, звонят, там по электронке пишут, и предлагают, ну, вносят предложение? И как вы реагируете на подобное предложение? Это, на самом деле, постоянная наша работа, связанная с наличием обратной связи с нашими клиентами, пассажирами. Вот, у нас под... открыта прямая линия, так называемая, горячая, где ежедневно любой человек, пассажир может позвонить по указанному номеру, а он находится в каждом, этот номер мобильного телефона находится в каждом абсолютно автобусе нашем, и высказать свои предложения, начиная от каких-то моментов, связанные с возможным опозданием автобуса на сети, вот именно вот в этот момент на этой остановке заканчивая какие-то глобальными вопросами, предложениями, изменение времени отправления, либо изменение схем движения этих автобусов. И мы анализируем, вот с каждым пассажиром, мы ему отвечаем по его предложению, в любом случае ответ есть по итогам рассмотрения. И часть обращений на самом деле подталкивает нас к определенным мыслям, там, где есть массив обращений, связанных с какими-то изменениями, мы их рассматриваем, вместе с заказчиком принимаем решение о изменении самого маршрута, либо изменении времени отправления, либо организации каких-то новых маршрутов. Это наша ежедневная практика. Ну, такие демократические принципы, да, в рамках организации Гомель Обл. Автотранс. Николай, скажите, ну, а конкретный пример? Вот, например, там просили, или писали, или предлагали пассажиры, и вы, да, вот сделали вот так и так. Можете вспомнить что-то такое? Ну, в текущем году именно новых маршрутов, которые в городе конкретно открыты, их несколько. По обращениям жителей Романовича, мы в текущем году организовали маршрут 61А. Так. Это абсолютно новый маршрут, так называемый. Из последних, это маршрут номер 64, тоже по результатам обращений граждан. Мы пока в порядке эксперимента эксплуатируем этот маршрут. Изначаете спрос. Времена, да, уже есть, вот запустили этот маршрут, есть предложение от граждан по изменению этого же маршрута, изменению времен отправления. То есть эта информация собирается по новым маршрутам, анализируется, дальше с учетом мнения большинства пользующих этой услугой принимается решение. Ну, я вот слышала, что в автобусах ведется видеонаблюдение, есть видеокамера. Это правда или нет? И во всех ли автобусах? К сожалению, не во всех. Мы бы хотели, чтобы вот такими системами были оборудованы все городские машины. Это с точки зрения и безопасности дорожного движения. И эта мера дисциплинирует самих пассажиров, самих работников. И какие-то можно рассматривать спорные ситуации, связанные с обслуживанием. Было бы на самом деле проще. Только по автобусам в последних приобретениях эта опция обязательно есть. Но предупреждение обязательно присутствует в автобусе? Но предупреждение обязательно присутствует в автобусе? Ведется видеонаблюдение? Или это не обязательно? Эта мера не обязательно. Но в автобусах завод и составитель предусматривает размещение специальной таблички, оборудованной видеокамерой. А я не так давно заметила табличку. Здесь есть Wi-Fi. Это давно? Я просто даже не обращала внимания и вдруг увидела. То, что касается Wi-Fi. В 2017 году, на самом деле достаточно давно, мы с одной из компаний-операторов начинали сотрудничество по оборудованию именно городских автобусов Wi-Fi интернет. В те времена, насколько вы помните, это было, наверное, одно из новшеств. Сегодня, с учетом развития интернет-технологий и безлимитных тарифных планов эта опция не такая востребована. Ну, может быть, для иностранцев это важно. Да, если появится спрос значительного количества иностранцев, мы обязательно будем эту практику решать. А так, мы в целом по области в тот момент оборудовали порядка 210 автобусов Wi-Fi. Ну, тему новых маршрутов городских вы уже слегка затронули, сказали, какие маршруты появились по просьбам жителей Гомеля и Гомельского района. Скажите, а, ну, так, не просто по просьбам, а планово какие маршруты появились? Или усовершенствовались? Дело в том, что вот планово. Мы работаем для людей и здесь какого-то плана, что в 2022 году мы обязательно откроем, либо закроем, либо оптимизируем какой-то маршрут. Ну, я бы так не говорил. Здесь все зависит все-таки от ситуации спроса населения на этот вид изменений. Заселились новые жители в такой-то микрорайон, большое количество домов. Значит, появляется маршрут, так? Да. Ну, в тот же направлении новой жизни, да? Это мы понимали, что через идет строительство и параллельно заселение части постройки. И там появится постепенно будет появляться спрос, в том числе и на транспортные услуги. И потихоньку туда заходит перевозчик в лице, допустим, нас, и мы потихоньку там начинаем удовлетворять спрос. Увеличивая количество там населения, мы будем стараться в меру своих возможностей добавлять туда тоже единицы подвижного состава. Ну, или немножко корректировать маршрут. Да, безусловно. Ну, вот, безусловно, каждая работа требует наличия определенных личностных качеств. Для работы в автобусе это выносливость, стрессоустойчивость, смелость и внимательность. Водителями и кондукторами могут работать все люди или лишь некоторые, которые определенным набором качеств обладают. У нас работа водителя, работа кондуктора она достаточно специфична. И на самом деле не каждый человек сможет выполнять эту работу. Водитель, как вы сказали, это начиная от профессиональных своих качеств, которые при приеме на работу мы рассматриваем, заканчивая стрессоустойчивость, то есть спокойствие на сети, это постоянное локальное внимание на дорожную обстановку, он должен следить за всем, абсолютно, что происходит перед ним, что происходит где-то с правой стороны либо с левой. И еще и в салоне. И в салоне он должен тоже наблюдать за пассажирами, что там происходит, да, и предвидеть какие-то ситуации на дорожной сети. Кондуктор это в первую очередь психолог. Это да. за свою рабочую смену этот человек пропускает через себя так или иначе очень большое количество пассажиров. Пассажиров с хорошим настроением, да, но есть и люди с разными настроениями, с разными подходами и всплесками какими-то эмоциональными. Поэтому это первое стрессоустойчивость, трудолюбие, наверное, второй фактор и возможность все-таки уладить любой конфликт, связанный с проблемой какой-то, либо надуманный конфликт, его уладить. Вот задача кондуктора. А в первую очередь беретить пассажиров и основная суть ее работы. Николай, ну такой момент, вот чтобы работать водителем автобуса, какой стаж нужно иметь водительский? Ну понятно, образование там, какая категория? Категория Д. Категория Д, да? Ну и не только стаж. А что еще? Хотелось бы отметить, что к перевозке пассажиров допускаются водители, которые не имеют действующих нарушений правил дорожного движения в течение последнего года. Вот так? Все серьезно? Ну а когда берете на работу кондукторами диплом об окончании психологического факультета, нет? Не обязательно? Мы не просим такие документы. Но собеседование наверняка есть. Собеседование проходит, человеку объясняют специфику работы его, с чем он столкнется, проходит стажировку, это же самый кондуктор, для того, чтобы понять все-таки на первом каком-то этапе это его работа, этого человека, либо есть сомнения по этому поводу. Поэтому обязательно стажировка. После этого месяц так называемого периода испытаний, дальше человек уже, наверное, за месяц понимает, что он способен выдержать указанный темп, а он, кроме того, что связан с ранними подъемами, как и у водителя, мои первые автобусы на сети начинают работать с начала шестого утра, а заканчиваются после двенадцати, последняя машина, представьте. То есть достаточно напряженный режим работы здесь. Это серьезно, да. Время нашей программы истекает, и поэтому я хотела бы услышать от вас, уважаемые гости, Николай, Руслан, поздравления с профессиональным праздником, пожелания, пожалуйста. Я бы хотел поздравить наш многотысячный коллектив с профессиональным праздником, поздравить коллег наших автомобилистов, партнеров, дорожников, пожелать всем участникам этого процесса крепкого здоровья, чтобы испытывали удовольствие, занимаясь в нашем случае нашим делом, начиная от кондуктора, заканчивая водителем, персоналом, чтобы приходя на работу они понимали, что они работают на стабильном предприятии. Это очень важно на настоящий момент, чтобы люди чувствовали свою ответственность, исполняя свои обязанности, что они работают на это предприятие, на его имидж. И в итоге, наверное, самое главное пожелать крепкого здоровья, а участникам дорожного движения быть, взаимо уважать друг друга. Вот. И берегите себя, уважаемые. Благодарю. Руслан, мне бы очень хотелось узнать, а как сотрудники госавтоинспекции планируют и планируют ли поздравить автолюбителей и водителей профессионалов, дорожников с профессиональным праздником? Традиционно 23 октября с 11 до 12 часов дня на площади Ленина сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться акция по соблюдению и знанию водителями правил дорожного движения. Водители будут отвечать на вопросы по знанию правил дорожного движения. Те, кто ответит на три вопроса правильно, они получат подарки. Те же водители, которые ответят неправильно, в качестве подарка получат саму книжку правил дорожного движения для того, чтобы изучать и лучше знать. Дорожники могут принимать участие в этой викторине? Ну, если они автовладельцы. Конечно. Как и дорожники, любой водитель может принять участие в данной акции. Замечательная акция. Ваши пожелания, Руслан, водителям и пешеходам. Хотелось бы поздравить с наступающим праздником всех автомобилистов и дорожников. Пожелать, конечно же, крепкого здоровья и сказать, что от всей общей работы, как автомобилистов, так и дорожников, зависит безопасность дорожного движения. И чтобы все перевозки автомобилистов были наиболее безопасными, ну, а дорожники делали самые безопасные дороги для наших граждан и участников дорожного движения. Ну, что ж, Николай, поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником. Благодарю вас, Руслан. Ну, а всем зрителям программы Добрый вечер, Гомель, доброго здоровья. С наступающим профессиональным праздником водителей и дорожников. Доброго здоровья. Ни гвоздя, ни жезла, всегда зеленой улицы. И, конечно, профессиональных успехов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова